Всех приветствую, мои родные, любимые, сердце моему дорогие христолюбчики. Все христолюбцы, христолюбища, все люди добрые и недобрые. Всех приветствую, всем желаю радости, добра, счастья, мира, сердца, дома, всякого блага, чтобы все у вас было хорошо. Если могу принимать в этом участие, быть источником какой-то радости вашей в жизни, духовной, материальной, я всегда рад. Хочу записать ролик о... Думал взять какой-то комментарий, были там, я что-то не знаю, куда-то искал, искал за основание для записи, для проповеди, для ролика, для видеозаписи, как хотите. Но скажу своими словами. Вот назову я ролик, скорее всего, «Ветхозаветное, человеческое и божественное учения» и поделю на четыре категории. Ветхозаветное, человеческое, да, и человеческое поделим пополам, и божественное. Так и сделаем. Четыре границы. Я... Вы знаете, кто смотрит на канале Христолюб, сейчас мы читаем с вами писания Ветхого Завета. Я поражаюсь, на самом деле, на тех, кто ее вообще слушает со мной. Вот. Хотя я, как уже говорил, я думаю, что никто, прослушав, прочитав вместе со мной, эти писания никогда не останется прежним. Вот. Я многое покажу. Что очевидно, что мы просто незамечаем. Вот. Цель моя, конечно, я вот по-разному ее формировал, формулировал, и так говорил, и сяк. Еще одна, вот, наверное, то скажу, вот нет, вот это главное. Нет. Уж сколько я тоже не говорил. Еще одна цель. Это же мой лайв-канал, да, я так тоже. Хотя я буду все, я собираю по плейлистам, вы знаете, на лайве можно найти описание. Конечно же, цель показать, не доказать, не убедить, просто показать. А вы сами примите решение для себя, что Библия — это не Слово Божие. Библия, от Слово Библиотека. Ну, от Слово, от греческого слова, которое нарицательное, собственное, вернее, слово, да, это книги. Или собрание книг. Собрание писания. Книга, писание, да. Мам, давай сказку почитаем. Ну, имеется в виду книжку, но, говорит, сказка, так же и писание. Вот, хотите, историй. И это очень важно понять. Вот все, что мы там прочитаем, чем мы дальше будем читать, или наоборот, ближе, там разные моменты будут. Я говорю, будут книги в середине, очень опять, там будет каша. Из добра и зла. Вот, и мы с вами убедимся, я и там, кто знает, читаю, и что-то из нового за это все равно показываю. Вот сейчас мы читаем там уже Левит, третью книгу, да. И я буду показывать, что, то я, наоборот, Евангелие. Я, конечно, не дождусь, когда мы, наконец-то, его прочитаем. Я свою миссию выполню, так скажем, да. И после этого мы прочтем еще раз круг Нового Завета. Это будет великолепно. Вот, потому что вот это прочтение Ветхого Завета, я говорю, никого не останет прежним. Это однозначно. И я, конечно, сейчас, когда читаю Ветхозавет, все равно обращаюсь к новому и показываю, что Христос, Господь и Бог наш, воплотившись на землю, прямо противопоставлял свое учение, божественное учение, истину, вот с этими Ветхозаветными вещами. Он все время говорил, в законе вашем, что Моисей заповедовал. Сами они говорили, ну это ладно, это люди, а ведь он так говорил. Что заповедовал вам Моисей? Никогда не говорил я, в моем законе, что Бог вам даже заповедовал, что Отец Небесный. Никогда. И он все время противопоставляет. Мы с вами будем читать Левит, я прям буду по памяти на Новый Завет обращать внимание. Священник должен пройти мимо мертвеца, вы помните. И Господь рассказывает притчу о любви к ближнему, когда надо было оказать ему милость. Причем те священники и Левит даже не знали, мертв он или нет, он просто был избитым. Вспомните, это самое важное место в Новом Завете, так скажем, относительно самое важное, где все все время со мной спорят, что заповеди две. Любить Бога и любить ближнего. А я говорю, что одна заповедь есть. Пребывающий в любви к ближнему, пребывает в любви к Богу. Если я чуть-чуть перефразил, я дополнил фразу Иоанну Богослову из его великого послания по мне, когда Пребывающий в любви к ближнему, пребывает в любви к Богу. Потому что значит тавтология. Пребывающий в любви к Богу, пребывает в любви к Богу. Это бред. Забейте себе вот здесь на скрижальных сердце, вытешите сами Если Бог не может на вашем каменном сердце Распашите его, начните с того, что начните на своем каменном сердце Ковырять эту заповедь Пребывающий в любви к человеку и всему Богом созданному Пребывает в любви к Богу Иоанн Богослов великолепно это сказал Именно поэтому Иоанн Богослов ни разу в своем Евангелии Не заповедовал любить Бога И даже не вложил в слова уста Эту ветхозаветную Моисеем сказанную цитату И наоборот я показывал, как на прощальном ужине Он заканчивает свою великую речь вот эту На прощальном ужине и говорит Потому все узнают, что я люблю Бога Потому что исполняю его заповедь Какую? О любви ко всему Деятельно причем Не на словах, да? Вот поэтому заповедь одна Пребывать в любви ко всему Богу созданному Значит ты пребываешь в любви К Создателю, к Богу, к Творцу К Иисусу Христу И вот вы помните Да, там сказано Не прикасайся А Господь рассказывает Прямо противоположно Блудницу с блудником Вместе прелюбодеев Побить камнями А Господь говорит Не троньте ее пальцем И говорит Я не осуждаю тебя Господь на горной Вот Евангелие от Иоанна И на горной проповедь Матфея и Иоанна Прямо два достаточно Евангелия Увидеть полную противоположность Ветхому Завету Как этот бред Как еще я только не слушал На горной проповедь Это дополнить Это высота Ветхого Завета Я говорю Слушайте, вы что, совсем что ли? Там написано Вам сказано А я говорю вам И читаем полную противоположную вещь Вам сказано Око за око А я говорю Любите врагов ваших Причем при условии Что в этом Завете Ближним Назывался брат еврей Это не каждый человек далеко Это член своего народа Еврей И с ним, да, поступи Око за око Зуб за зуб Глаз за Ухо за ухо Разве А любить врага Это разве Высота от ока за око Да нет Это противоположная вещь Противоположная Вам сказано Не убей А я говорю Кто скажет Та же дурак Тот уже в сердце Своем Гиену Себе открыл Все двери бездны Это разве Высота Это противоположность Сам По крайней мере Синодальный Как написан А я А это Анти Забыл слово Ну поняли Да Антоним В предложении Кто русскую литературу Знает Знаком С русским языком А это Антоним А я Говорю вам Ветхозаветные Писания Они Мы с вами Будем читать Вы знаете Я это делаю Даже для себя Очень многие Люди Отворачиваются Очень многие Люди Смущаются Очень люди Многие люди Не хотят Даже читать Да Им настолько Вбили Конечно Все вот эти Религии Причем Заметьте Что ортодоксия Что протестантизм Приняли Это Ну все любят На бесы Все ссылать На сатану На станиевское учение Хотя это дух В людях Пребывал просто Сатана есть Как личность Кстати тоже Но это люди Точно такие же Соединен Наверное там С ним он не может Со всеми быть соединен Это просто дух Что сделал сатана Через людей Сшил Ветхое С новым Что Господь запретил Сказал Никогда Причем он говорил Об учении Именно вот об этом учении Он говорит Никогда Не отдирайте от нового Не вздумайте Отодирайте от нового То есть от От Евангелия От истины От учения Христова Здравого учения Христова Как его Павел называл Но не просто здравого Она единственная Имеющая жизнь в себе Поступающая Так будет Жив Да И пришить к ветхой Ну вы слышали Я употреблял такие учения Не знаю почему Меня на трусы тянет Ну зачем Вот и купил новые Труселя И надел на старые Вонючие Грязные Уже порванные Обвисшие Ну хорошо Вам трусы не нравятся Нижние одежды Возьмите верхнюю Майку Ну кто Шубу Норковую Красивую За сто тысяч Очень хорошо Не исполняют Одну из основных Коренных Коренных Чтоб потом Труселях кажется, что тряпье, которое еще, ну, уже почти рвется, хотя, кто знает, можно доносить до такой степени. Я вот, мы очень часто, да, свою какую-то, когда-то модную одежду потом превращаем в дачную, потом в рабочую. И вы знаете, кто занимался ручными профессиями, а я работал, вы знаете, можно одежду вообще в клочья выработать. Вот там я работал в стройке, вот эти заводы. Там можно вообще, знаете, все, она вообще уже трухля. Реально, можно до такого доносить. Но ты, правда, эти уже штаны трухлявые еще на другие натягиваешь, там, может быть, зимний на летний, что-то такое, в осенний период, у тебя двое штанов. Те можно вообще просто в клочья раз доносить, куртки. Я сам так доношил, увидел, как ребята доношивают. Действительно, можно, там уже вообще, там, знаете, выбрасывать нечего. Но если нам еще кажется, что что-то ветхо одежда, все время так, мы все время так все идеализируем, когда нам не надо красоту такую себе в голове рисуем, что вот, ну, ладно, это же можно поносить. И ничего страшного, я сшил, да? Да нет. А вы знаете, может, это пример, вот именно, я говорю, хотя с одеждой, мне кажется, самый хороший пример. Никто на себя хлам натягивать не будет. Но Господь рассказал очень хороший пример. Второй. Он сказал притчу о вине, о емкости, ну, раньше это, ну, хотя мы видим, были водоносы, глиняные, деревянные, все было. Но были и вид сосуда, вид посуды, так скажем. Это мехи, это кожаные такие мешки, да, в которые тоже вино хранили. Может быть, даже оно лучше там было, да? И Господь прекрасно ввестил, если, да, действительно, какие-то сосуды, там, глиняные, деревянные, кто знает, вот эти бочки, там, в деревнях солить или квасить, или действительно вино хранить. Можно из года в год, можно помыть ее хорошо, там, можно использовать вторично такую посуду. Сейчас у нас есть стекло, оно, возможно, было и раньше. Нам только кажется, что мы сейчас умнее всех, да? Вот. Господь рассказывает прекрасную притчу о вот этих мехах и вине. И он говорит, если вы, говорит, новое вино, вот это, новое вино, которое он потом на прощальном ушне будет точно так же символизировать с учением, вольете в старое, то старые мехи, они рвутся. И вино вытекает. И ты ничего вообще не получил. Ты, влив новое вино в старые мехи, как их называют, мешки, ты все испортил. Мешок это вообще надо было на помойку. Я всем говорю, вот так скомкать, и отъезжать по-хорошему, если он у тебя в голову въелся, и выкинуть просто из своего сердца. Там нет никакой истины. Все, что ты можешь у себя в сердце оставить, как мудрый книжник, наученный Царству Небесному. Это все, что соответствует истине, новому вину, учению. Учение любви, бескомпромиссной, абсолютной, совершенной, божественной, которой есть соблазн, крест Христов, любовь, то есть его для всего мира, безумие, а для нас спасаемых, познавших Царство. Наученных, я надеюсь, познавших, да? Или, я говорю, хоть надкусившие его. Дальше вкушающих, чем жизнью евангельской. Да, ты что-то можешь оставить. Вот эту мудрость, вот эти знания, да, можешь оставить. Все остальное, я говорю, это опять образ, это же притча была. Мы не все, как от мешка-то, отрезать и в новое вино, побросать в новый мешок. Это же притча, да? Вот. Она вот в этом плане, Господь правильно говорит. В принципе, ты можешь вообще целиком выкинуть, ничего не потеряв. Жить по-новому Зайту. Ты можешь не иметь эти знания, сотворение человека, как развивалось об Ивраме, Исааке, Иакове, И Моисее, Давиде. Ничего о них вообще никогда не слышать и не знать. Если ты будешь исполнять заповеди учения Христова, заповеди любви ко всему им сотворенному, все, ты достигнешь совершенства. Вот так вот. И Господь прекрасно притчу сказал, что вливая вино новое в ветхие мехи, вы вообще ничего не получите. Вообще. Потому что сам мешок ты не ешь, не закусываешь им. Цель вино. Новое вино это сохранить. И в ветхих мехах оно прорывается. И вытечет на землю. Что сделал сатана или люди, этим духом исполненным? Сшили все писания. Назвали их Словом Божьим. Причем, начала делать это ортодоксия в третьем веке, когда начали собираться все эти писания. В ортодоксии это выдается как великая святыня. Великие святые мужи на соборах. А эти соборы уже были. Знаете, кто все соборы собирал в ортодоксе? Император. Это же стала имперская религия. И религия власти. Под себя подмятая, переделанная, адаптированная, чтобы народ держать в двух уздах. Кнута божественного и имперского меча. Вот и все. Это же он собирал все соборы. Не религиозники даже сами собирались, а император. Потому что когда между ними грызня начиналась ужасная, между самими религиозниками, вот как у меня на канале любят погрызться и меня погрызть, уже сам император собирал эти соборы. Они типа там что-то решали. И вот они решали этот корпус книг собрать. Это было сатанинское дело. Ничего здесь святого и правильного, как они чтят, нет. К сожалению, это был величайший крах. Это ужасное черное событие в истории христианства. Я думаю, что у многих из вас, конечно, мозги плавятся от таких слов. Все мы привыкли, нам подавпивали этих заквасок, загрузили нас с этой информацией, что это истина. А это самое одно из черных событий. Да, цитировать, Иисус цитировал. Но то, что там, учение, жизнь, он противопоставлял. Противопоставлял. И мы с вами будем читать. И вот, конечно, когда вы Новый Зайд будете читать, вы просто, вот именно, вам придется сделать два выбора. У вас будет два выбора, вам придется сделать между ними, или, как сказать, два варианта, две дорожки, два пути. И вам придется сделать просто выбор. Либо действительно, если вы сшили вот так, либо вам придется все это принять, как они, они почему-то тоже при этом принимают, я же там буду показывать, а что вы тогда это не принимаете? Возьмите это, выбивайте камнями тогда. Как вы это сшили на бумажке, а исполнять, не исполнять. И вам придется, верю, сделать выбор между двумя путьми. Либо все это как это цельное, выкинуть вместе с учением Христа, либо действительно принять наконец-то в своем сердце, что это вообще разные вещи, что Иисус нигде не держался, не пытался его оправдать, там эти поступки их не нет, он прямо говорил, что это вот плохо, а это хорошо. Он говорит, Моисей по жестокосердию вам дал эту заповедь. Я говорю, учение дает противоположное учению и тому, что было написано в учении Моисея, закон, учение, как хотите. Я говорю, мы прям многие вещи с вами будем разбирать, какие будут нам встречаться. Иисус говорил, прямо противоположные вещи, прямо. Я тогда, в принципе, я читал, когда Иоанна, я говорил, что вот в законе было реально написано. И сколько со мной пытались ортодоксы спорить. Многие, некоторые увидели некоторые беседы, я открывал, кто разрешал, некоторые нет. Я вам скажу, что я всегда их побеждал. Всегда. И мне нечего было сказать. Я говорю, вот написано. Ну и про там Юлии или пытались что-то мне мозг выносить, ну все это ерунда. Он и так, и так, и так, там за слова цеплялся, я помню, тоже с одним разговаривал. Я говорю, ну что ты, там взяли явно. Я говорю, ты согласен? Да, согласен. Она была в прелюбодеянии? Да, написано было. Что-то у меня там начал, что вообще в писании нет. Ну надо было, чтобы и прелюбодей находился. Я говорю, там написано. Ну там написано и того, и того. Может ее не застали. Может он богатый человек откупился. Может еще что-то. Почему его не привели? Мне не важно прелюбодея, с кем она сама. Она с прелюбодейничалась, с кем-то. Я говорю, это написано. Нет, ты додумываешь. Я говорю, а в законе четко было написано. И они его привели именно к этому. Я говорю, ведь написано в контексте, что они как бы правы. И он их не говорил, что вы неправильно по закону поступаете. Что вот надо было прелюбодея. Я говорю, ты же это вкладываешь в слова Иисуса. А он не говорил, что прелюбодея нету или она не виновна. Но он не сказал ей. Даже он ей потом сказал. Ведь Иисус сам подтвердил, что она в грехе. И что все по закону так и надо. Да, он говорит, иди и больше не греши. Я не сужу тебя. Не осуждаю тебя. Иди и больше не греши просто. И так, и так. Я говорю, а что Иисус говорит? Кто из вас без греха бросит на нее камень? А закон? Господь весь народ ввел в грех. Я говорю, израильский. Как ты с этим поспоишь? Да, Ирина, ну пытались. И что, это чушь тоже пытаются аргументировать. Никак не пытаются. Я говорю, кто-то слышал эти беседы. Я могу с любым публично дебатировать. У меня с этим нет проблем. Многие сами не хотят. Так, что-то кусают из-за угла в комментариях. Пожалуйста, я открытый. Давай побеседуем. Хочешь в скайпе, хочешь в личном. В личном еще лучше. Скайп тут отголоски, запоздание. Вот я общался, правда. Но, в принципе, вживую. У меня, кстати, есть только снова с Женей, с 9-я романом. Тогда я к нему заезжал. Это вот хорошо, когда вживую общаешь. Знаете, как-то быстро получается, что ли, интереснее, чем по скайпу. Ну, тоже по скайпу, тоже нормально беседуешь. Так что вот так вот. И вот ветхозаветные. Вы, конечно, кто интересно, будете читать. Вы там многое у этого увидите. И в оконцовке вы примете, если захотите. Если для вас учение Иисуса что-то значит. И вы не захотите выкинуть. Вы просто примете это, наконец-то, как данность. Да и все, что там написано, вкладывается в слова Бога. Если это не соответствует, вы будете просто это двигать. Ветхий завет от Корана ничем не отличается. Примите тогда Коран. Там точно так же убеждают и люди принимают, что все, что там написано, хотят там вообще не утверждать, что это Бог. Там сказал пророк. Ну, или тоже пророк. Типа, он говорил с Богом. Там же точно так же. Точно так же, кто знает историю, читал Мухаммеда. Он сидел на горе там. Тогда он убегал, когда были гонения на него. Там почти то же самое у него история жизни. Причем я верю, что Мухаммед существовал тоже. Все так и было. И вы почитаете. Для вас будет Коран. Много вы вот в Коране наковыряете. Я вам честно скажу. Через призму, кто в Евангелии заквашен, ничего. Вы просто прочитаете один раз и положите эту книжку подальше. И все. И скажешь. Пусть лежит под большим спудом. Еще вот столько всяких сказок детских наложите. И хорошо. И больше никогда ее в жизни не возьмете в руки. То же самое Ветхий Завет. То же самое. Конечно, я сравниваю с одной стороны. Но я скажу отличия. Конечно, там есть это и другого уровня. Я верю, что там есть тоже истины. И там есть и пророчества. Хотя Иисус во всем этом прямо опять же говорил. Тоже достаточно. Нам в принципе Евангелие вот так вот. Еще можно приложить корпус посланий Новозаветных. Поэтому, конечно, библейские писания Ветхий Заветные, они отличаются от Корана. Это я вам сразу скажу. Но опять же, возьмем учения человеческие. Дальше я хотел поговорить. Еще даже, в принципе, вы знаете, что я Ветхозаветный. Я еще приплету буддизм. Все-таки считается, что он за пять веков до христианства был на Востоке зарожден. Да, был Будда рожден. Да, буддизм выше по учению, чем Ветхозаветное и Коран. Хотя Коран через семь после, наоборот. Ну, так ее назовем, потому что она полностью стоит, кто знает, естественно, писания Ветхого Завета. Это у них высшие праведники и кумиры. Это Авраам и Сакаков. Моисей там, да. То же самое, Давид и все вот это. Ну, и все там стоит на Ветхозаветчине, конечно. На всех этих писаниях, которых Моисей, ой, этот Мухаммед слышал от своей тетки. И все это пересказал, так скажем. И то не он. Ведь никто не знает. Коран с послом тоже с небес. А его написали через два века после всех этих событий. Сам Мухаммед ничего не писал. За ним тоже так же ничего не стенографировали. Какими-то кусками поналепили. А по сути его потом слепили просто последователи, так скажем, вот этого... Не знаю, как это назвать же. Ведь Мухаммед захватывал все это тоже. Это вот типа государственной какой-то концепции. Опять закона, связанного, сшитого просто с Богом. Вот и все. Опять две палки нужна была. Меч и кнут божественный. И меч имперский. И писали уже какие-то там вот духовные. Ведь всегда были жрецы. И там в этой Персии. Все это все было же. Какая разница. Они так же переоделись в другое. И все точно так же, как переодевались потом иудейские раввины в тип христианских пастырей. Типа уверовавших в Иисус, но проповедующих тот же самый закон и весь этот бред. И поэтому возьмем тот же самый буддизм. Он в миллионы раз по учению выше учения Ветхозаветного и Корана. И я, получается, человеческий тоже возьму. И вот человеческий я возьму тоже, знаете, два уровня. Я возьму, ну тут уже не два, а может и два, вот как я вам говорил, разложим. То есть до Ветхозаветного, дохристианский возьмем, вернее, Ветхозаветный возьмем. Ну хотя Коран я вам уже сказал. Это после Новозаветного времени. Ну их вот сюда, в эту коробочку, мы о них поговорили. Учения человеческие поделим. И знаете, вот все люди, я вам так грубо поделю, живут по сердцу на две вещи. Вот кто живет по этому Ветхозаветному и Корану, не исповедуя эти религии, а просто по заповедям. У них такое сердце и такое учение в сердце. И те, кто вот как раз это, они не исповедуют, но живут ближе, как буддисты и христиане. То есть эти, это патриотизм, Родина, око за око, я люблю только ближнего, ненавидь врага своего, все вот это. Это вот низшая планка после Ветхозаветного. Я скажу, что эти люди лучше. Они хотя бы не религиозники. Религиозники готовы убить вообще за святыню, за кирпич, за все что угодно вас сожрать. Вот эти религиозники, это вообще караул. Я поэтому считаю, что Ветхозаветный со всеми этими жертвами, культами, да, все что, это низ, возьмем религия. Это еще хуже, это люди вообще недалекие, это молодые души, а может и новорожденные, не знаю. Это вообще низшая степень. Потом есть обычные люди. Они как раз к религиям уже от культов, обрядов отошли, да. Там же все, кстати, вернее, я еще можу, да, это все ортодоксия, весь протестантизм. Люди, которые культы все эти, обряды соблюдают. Это вот этот самый низший уровень. Поэтому даже людей, уже человеческое учение, поэтому религиозное учение, это самое низкое, самое дно. Ничего там вообще высокого нет. Это люди, еще прилипшие к земле, ползающие, как змея. Все вот эти мощи, там, иконки, это все вообще, это уровень, вот, Моисея и всего этого закона, всего этого обряда с носимым гробиком и прочими все этими вещами. Вот это вот низший уровень. И там один уровень, я говорю, там, вернее, два уровня. Это вот эта вся ортодоксия с протестантизмом и Коран мусульман. Это одно и то же. И выше них я бы поставил буддизм. Вот где-то так. Индуизм это ниже, потому что там тоже такая каша, там вообще караул. А вот буддизм где-то этого, как он есть, лао-дзы, вот это, ну что же, у меня из головы-то все повылетало. Ну вы поняли, есть еще тоже известно одно учение. Оно такое более миролюбивое. Потом идут обычные люди. Эти люди лучше религиозников. Вот это низшие касты, так скажем, возрастной души. И они делятся вот на две. Те, кто, я говорю, пусть это не исповедуют и вас ни за какую коробочку убивать не будут, так скажем, со святыми мощами, да. Вот, но это люди так же, это люди за родину, все там, там у нас все хорошо. Люди ближнего, я говорю. Вот, мой друг тот, кто гладит меня по головке только и прочие вещи. И вы, и повыше люди, которые все равно никогда, это пацифисты те же самые, он может ничего не исповедовать. Это вот люди, человеческие учения, но они выше. И есть божественное учение, крест Христов, да, который всегда является соблазном. И вот я хотел сказать, я комментарий, говорю, какой-то хотел взять. Что-то опять там про Женю мне писали. И вот вы знаете, когда мы смотрим на жизнь и поступки Иисуса, на его слова, «Ведь он не отменял человеческого учения, нигде он никем не гнушался, ведь евреи с самарянами не общались, он спокойно садится у колодца, подходит самарянка, он с ней общается, она сама удивляется, удивляются его потом ученики, единоплеменники, да. Вот, он спокойно общается со всеми, на самом деле, да. Вот, никто не отменяет человеческого, когда вот это вот тычут, выдирая там слова из Писания, из Библии, даже из корпуса Нового Завета, апостолов, там, не ешь там с этим. Но Иисус ел со всеми. Вот, и человеческого никто не отменял. Мы должны проповедовать любовь ко всем, ко всем абсолютно. Не важно, какого мнения, что человек, именно эта высота. А вот это вот резание голов за истину, это вообще уровень. Вот теперь, я думаю, вам разложилось, я никаких раньше любил там рисовать, что на картинках сейчас не хочу. Так, надеюсь, у вас визуальное изображение развито. Если уж люди так в миру поступают, понимаете. Хотя там тоже, понятно, и расходятся из-за разности интересов, еще что-то. Но христианское учение, это учение о любви ко всем. Это, как я все говорят, никак слова не подберу. Это уважение, уважение это неправильно, ценность слова не склоняется, я никак не могу. Первое, с чего вообще начинается любовь, это ценность человеческой свободы другого человека. Ценение, никак не кто-нибудь, помогите мне как-нибудь в комментариях подобрать. Что ты, ну, говорю, уважаешь слово, ну, может, это уважаешь, ну, да, наверное, уважение. Может, это правильное слово обычно говорят. То есть, ты уважаешь свободу другого человека. Я говорю, и твоя свобода как-то влиять на человека заканчивается там, где начинается его. То есть, если человек говорит, стоп, все, эту тему мы пока ставим, говорит, я не хочу. Если он говорит, у него на это свое мнение, все, вы можете поговорить, пообщаться, поспорить там, посидеть. Но потом вы должны закончить миром. Ну, ладно, ты так, я так. Вот. Вы же поймите, естественно, происходит, что это там человек неприятен, еще что-то. Вы не будете с ним просто естественно общаться, не будете сближаться. Вот. Но это не говорит о каком-то вот этом внешнем религиозном гнушении, все, вон там. Нет. Ну, что ты будешь делать, если человек действительно каждый день бухает в куматозе? Ну, раз ты с ним. Может, это твой старый знакомый, который, наоборот, спился. Ты к ним иногда заезжаешь. Вот, пытаешься ей поговорить, и о жизни, и так заодно с ним. Потому что, ну, надо тебе, брось, тебя проскакивает. Хочешь, помогу, давай, закодируем. Вот, ты пытаешься ему помочь. Конечно, каждый день ты с ним не будешь общаться. Вот. Но ты его не забудешь, ты будешь на звонить. У кого есть такие знакомые, кто понимает, о чем я говорю. Вот. То есть ты с тем же самым вот именно, кто тебе не близок по духу, вот этому учению, еще что-то. Ну, вот у меня группа у нас в Телеграме там есть. Мы же там собираемся те, кто близки, кто сошлись, кто вот это приняли. Да. С другими вот именно я как далеко. С кем-то в личке часто, меньше. С кем-то вот только посредством комментариев, да. Я сам не хочу с этими людьми, да. То есть меня, естественно, пока отдаляют, потому что у нас разница пониманий. Вот. Но я же не внушаюсь ими, да. По поводу вот этих забанов я еще хочу. У меня два ролика есть о любви к врагам. Хочу третий записать. Еще немножко поговорить. Сейчас о другом. Ну, я сейчас в общем тоже хочу вот этим форумом набросать, что учение Иисуса, учение Бога, пришедшего по плоти, учение истинное учение, это учение о любви. О любви, причем не какой-то там абсолютной, совершенной. Оно не подразумевает никогда это религия, это учение владычества, господства, понимаете. Кнута, да, родители там детей воспитывают, там есть кнут еще преник, но уже выросшие души, повзрослевшие души, как люди между собой уже там, вот 130-летние два стоят, они что, кто-то над кем-то имеет власть? Нет. Понятно, сейчас есть работа, есть там начальство, это не будем трогать. А вот именно вот то, что вот вечное, как мы говорили, остается здесь, избирание между добра и зла, между истиной и ложью, это остается на праве человека. Ты можешь что-то говорить, ты можешь что-то проповедовать, да. Ты можешь себя предупреждать, что будет плохо, если ты так поступишь. Я же вижу, я имею опыт, я вот тебе советую, я прошел, да, я вот так вляпался. Ну, хочешь, вляпайся сам, ну, я тебе просто как друга, как человека хочу предостеречь, что тебе просто будет плохо. А я не хочу, я же тебя люблю, хочу, блага. Я говорю, вот туда пойдешь, там за углом ров большой, упадешь, головой разобьешься. Нет, он идет и падает. Ну, пожалуйста. Мое дело предупредить из любви, да. Вот. Так что вот так вот, я, ну, в принципе, я вот так хотел общими фразами похворить еще раз. Я говорю, в плейлист добавить описание, что вот это вот Ветхозаветчина, Коран, и даже буддизм. То, что он тоже, кстати, буддизм, кто знает, он же тоже, тоже религиозный. Посмотрите на все монастыри, на их храмы, там все то же самое. Вот. Там также есть свободные, есть вот такие, там тоже сделали рекордовала, там нету бога личностного. Будда вроде как не святой, ну, как, вроде как не имеет покланий, как не имеет из всей эти его фигурки, там, огромные статы. К сожалению, тоже религия. Поэтому уровень я и... Само учение, оно чуть выше. И поэтому я говорю людей, и, так скажем, всех свободных, пусть я как-то... Хотя они не могут себя называть, но могут, я же называю себя христолюбом, по сути, христианином, да. Поэтому те люди, которые называют, ну, культ вообще ноль там, и все злое откидывают их просто в другую группу. Ну, так это можно назвать учением человеческим, потому что им нет никакого дела, как мне там, до всех обрядов, форм, вот, и всего плохого, что существует даже в этих, в учениях, в примесях. Вот. И поэтому вот так вот. Ну, я еще хотел это записать для тех, кто со мной читает Ветхий Завет. Вот у вас это сформируется обязательно. Вот. У меня-то это не тоже ж ниоткуда-то вот так вот бац тоже взялось. То есть я же сам все это знаю, Ветхий Завет специально для вас читаю, и мне самому интересно, вот, как все это будет происходить. Вы знаете, очень легко отмалчиваться. Кто читал Ветхий Завет целиком? Мы с вами столько будем бреда там читать порой, будем понимать. И все это вкладывают в уста Бога. Так ли это? Нет. Я говорю, почитайте для сравнения, если у вас будет время, желание, я говорю, какой-нибудь Коран. Тоже надолго ли вас хватит, почему притыкаются на Ветхом Завете. И как-то все написано. Ой, ты как люди к этому относятся. Ведь они точно так же все это обожествляют. Вот. Но это не говорит, что это истина. Истина только в Иисусе, в Евангелии, так скажем. Пусть в том до нас дошедшем, я говорю, тоже запомню, что это русские переводы. Уже до нас там дошедшие. Тоже есть искажение. Она описана четырьмя его учениками. Все ли там соответствует истине, мы не знаем. И можем тоже смело что-то там даже не принимать, если к сердцу не лежит. Ну вот так вот такой хотел ролик записать. Все. Всех люблю, целую, обнимаю. Пишите ваши, кстати, мысли в комментариях. Буду рад почитать. Всем пока-пока.